Здравствуйте, я Артём Иванов, основатель и руководитель компании Виместа. Мы строим лучшие домашние кинозалы в Санкт-Петербурге. Я не планировал выпускать рейтинги лучших аппаратов после Нового года, но в конце декабря на сайте hi-fi.ru вышла статья «8 лучших сабвуторов 2021-2022. Награды редакции и рейтинг». Большая часть позиций в нём, скажем так, вызывает вопросы. Да такие вопросы, что в нашей компании это стало главной темой для шуток в последние дни 2021-го. Вот, кстати, этот рейтинг. Восьмое место. Magnat Alpha RS-12 за 38 тысяч. За роскошное соотношение цена-качество. Кто-нибудь вообще сабвуферы Magnat когда-нибудь в рейтинге ставил? Седьмое место. Dali Sub E9F. Ну, норм. Натуральный саунд. Шестое место. Clip 6PL-120. Пропустим, он кайфовый. Пятое место. Reel T7 за 105 тысяч рублей. Сабвуфер, который все аудиофилы любят, но никто никогда не слышал. Четвёртое место. Kevka C62. Согласен. Третье место. Вообще, Canton Pawness Sub 12. 170 тысяч рублей. За 170 тысяч рублей можно купить почти любой SVS и Velodyne. Кому это надо? На втором месте SVS. Ладно. И на первом. Paradigm Persona Sub. За хай-энд, каков он есть. Неужели этот рейтинг не объективен? Когда это было, чтобы журналисты писали не то, что правда, а то, что нужно? Решил заглянуть на сайт Pult.ru. О конкурентах или хорошо, или никак, как известно. Особенно, когда в заголовке статьи заявляют, что отбор проведён тщательный, и параметров сравнили массу. Ссылку оставлю в описании. Зайдите, кайфанёте. Коллеги, а ничего, что у вас на втором и третьем месте одна и та же модель в разных цветах. А единственная модель из этого списка, которую совесть мне бы позволила продать клиенту, это SVS PB4000 с четвёртого места. С четвёртого. А на первом Sony за 15 тысяч рублей. Поэтому я решил сделать наш рейтинг, основанный не на теоретических изысканиях журналистов, а на практике, на реально созданных нами проекторах. Для начала необходимо сказать, что лучший сабвуфер выбирать намного сложнее, чем проектор или ресивер. Потому что любая акустика и особенно сабвуферы рассчитаны на определённый объём помещения и зависят от правильного размещения. Даже если выбрать одну ценовую категорию, например, 150 тысяч рублей, для комнаты 18 и 80 квадратных метров, для расположения в углу или по центру комнаты, рекомендации будут разными. Уже это ставит идею создания единого рейтинга сабвуферов под сомнение. Поэтому в отличие от наших предыдущих AWARDS, вот этих, я буду называть по две модели в каждом ценовом диапазоне, для большой и для маленькой комнаты. Границей будет объём 85 кубических метров, то есть примерно 30 квадратных метров с потолками 2,8 метров. Это уровень ультра в градации THX. Этот объём считается границей между стандартным домашним кинотеатром и специализированным многорядным кинозалом. Дисклеймеры. Во-первых, активные сабвуферы – это вид оборудования, в котором прирост качества звучания обычно пропорционален приросту цены. Слишком утилитарный продукт, чтобы была возможность открыть какой-то новый дешёвый способ добиться крутого результата. Способов-то много, но все они требуют вложений или на стадии разработки, или повышают себестоимость сырья. Во-вторых, я искренне уверен, что большинство по-настоящему классных современных сабвуферов производятся брендами, заточенными на сабвуферы. Технологически производство электроники и акустики отличается очень сильно, поэтому большинство вендоров, которые выпускают полный спектр акустики, не имеют возможности вкладывать весомые средства в разработку и доводку усилителей для сабов. Исключения есть, но их минимум. Ну и в-третьих, этот рейтинг является субъективным. Вкусы у всех разные, и наша индустрия существует именно для того, чтобы каждый нашёл себе решение по вкусу. В конце этого видео я расскажу о тех моделях, которые могли бы попасть в этот рейтинг, но не попали. Сабвуфер до 30 тысяч рублей. Его нет! В интернете можно найти множество рейтингов лучших сабвуферов стоимостью 300 или 400 долларов. С моей точки зрения, они не решают главные задачи сабвуфера. Они не дают той глубины, которую не могут дать хорошо подобранные фронтальные колонки. Они могут бухать, могут гудеть, могут давать некий эффект наличия низких частот, но в большинстве своём делают их слишком размазанными, не артикулированными. Вместо музыки вы получите гу из проезжающей мимо тонированной приоры. Возможно, я чё-то не слышал. Возможно, слишком предвзят. Но так как это рейтинг моей компании, мы вынуждены признать, что классных сабвуферов в данной ценовой категории нет. Сабвуфер до 50 тысяч рублей. Небольшое помещение. Дали САП Е9F. Одна из немногих позиций, которая присутствует и в моём топе, и в рейтинге HiFi.ru. Этот сабвуфер хорош тем, что не пытается казаться тем, чем он не является. Смотрим на характеристики. Играет от 37 Гц. То есть никакого глубокого баса здесь даже искать не стоит. И при этом этот сабвуфер очень аккуратен и музыкален. Он не будет гудеть, он лучше помолчит, чтобы не испортить картину. Сабвуфер прекрасно выглядит и имеет отличную виброразвязку корпуса. Его можно спокойно ставить в угол комнаты или даже в мебель. Он почти не взаимодействует с окружающей средой. Это мой любимый сабвуфер для недорогих саундбаров и полочной акустики. Аккуратно дополняя их, он даёт нужную полновесность при минимальных затратах. Его 9-дюймовый драйвер никогда не сделает какой-то резкой глупости, которая разрушит хорошо выстроенную звуковую картину. Смотреть фильм «Трон. Наследие» с обычными полочниками без такого дали вообще не в кайф. Не понимаешь, почему от саундтрека кайфует полмира. Хотя помещение для него это скорее 15 квадратных метров, а не 20 метров. Сабвуфер до 50 тысяч рублей. Большое помещение. Polk Audio HTS 12. Не отношусь к поклонникам бренда Polk Audio. Мне он всегда казался каким-то ни рыба, ни мясо. И при этом нужно признать, что сабвуфер в данном ценовом диапазоне у Polk получился отличный. Этот 23-килограммовый кубик с 12-дюймовым драйвером из полипропилена выглядит намного дороже 50 тысяч рублей. В нем нет ничего сверхъестественного. Финзоинверторное исполнение и 400 Вт мощности из усилителя класса D. И при этом он выдает четкий артикулированный бас и переигрывает всех конкурентов за эти деньги. Он не имеет главной проблемой бюджетных сабвуферов. В современной попсе вроде Taylor Swift или хип-хопе от какого-нибудь Lil Pump вы действительно слышите ноты в басовой секции, а не просто низкий гул, от которого звенят бокалы в шкафу. Конечно, не стоит ждать от него пробирающих низов ниже 30 Гц. Но в диапазоне от 40 до 80 он поможет даже большим напольникам. Создаст размах и напор, которые извлечь из пассивной акустики недорогим ресиверам сложновато. Да и выглядит он классно, особенно в белом цвете. Сабвуфер до 75 тысяч рублей. Небольшое помещение. SVS SB1000 Pro. Первый в моем рейтинге сабвуфер от американской компании SVS, которую люблю до потери пульса. Входной билет в мир по-настоящему крутого баса. Самый недорогой продукт этого бренда со всеми его характерными особенностями. 12-дюймовый динамик в закрытом корпусе. Фирменный усилитель класса D номинальной мощностью 325 Вт с пиком где-то в районе 800. И встроенный DSP процессор, который позволяет гибко настроить сабвуфер под помещение. Голая теория, что она дает на практике. Начать стоит с того, что этот сабвуфер получил премию «Лучший сабвуфер 2021-2022» от Международной ассоциации Айза, которая является самым авторитетным судьей электроники в мире. У меня на канале есть видео об этой премии, где-то сейчас на экране появилась на него ссылка. Этот сабвуфер так или иначе присутствует во всех рейтингах лучших сабвуферов всех уважаемых изданий. Кроме hi-fi.ru, естественно. Любите блокбастеры? Плохая новость. Вам нужно как минимум 75 тысяч, чтобы понять, что вообще хотел сказать режиссер и хотел ли он что-то сказать. Без такого сабвуфера блокбастеры не воспринимаются как блокбастеры. Этот сабвуфер обладает производительностью, которую совершенно не ожидаешь за 1000 долларов при таком размере. Отличная скорость, способность играть по-настоящему глубокий бас и выдавать панч, тот самый удар в грудь, ради которого и покупаешь сабвуфер. И все это в закрытом корпусе, не особо требовательном к месту установки. Отдельный бонус за встроенный DSP-процессор. Стоит учитывать ограниченность настроек в ресиверах до 2000 долларов. Это значительно расширяет сферу применения этого сабвуфера, позволяя подогнать его частотные характеристики и задержку под помещение. Если сравнивать с конкурентами, подобный функционал до 100 тысяч рублей предлагает разве что Мартин Логан. Но там нет такого напора и динамики, такого драйва. Он уступает SVS во всем. Сабвуфер до 75 тысяч рублей. Большое помещение. Клипш SPL120. Вторая позиция, по которой мы с рейтингом HiFi.ru сошлись. Клипш на российском рынке продается по очень адекватным ценам. И присутствие в рейтинге Клипша огромная заслуга дистрибьютора. HiFi.ru называет эту модель Клипша королем макродинамики данного ценового сегмента. И с этим не поспоришь. По громогласности этот сабвуфер не имеет себе равна. 118 дБ звукового давления с нижней границей 24 Гц. Это показатели, которые сложно найти до 100 тысяч рублей. Сухие цифры. 12 дюймов. 300 ватт в номинале. 600 в пике. При 20 кг живой массы. Суперское соотношение с инокачеством. Я бы сравнил этот сабвуфер с дубиной. Или кувалдой. Простой инструмент для решения широкого круга задач. Здесь нет никакого DSP, продвинутой технологии усиления, инновационных материалов. Это старый добрый Клипш. Большой, тяжелый и не очень поворотливый. Но если у вас метров 80 и хочется почувствовать взрыв, обратите внимание на эту модель. Включите фильм Venom и вы обнаружите, что звукорежиссер там абсолютно чокнутый любитель низких частот. Там каждый удар кулаком по лицу будто маленький взрыв. Но помните, что он очень требовательный к месту установки. Что при отсутствии DSP означает возню с размещением. На всякий случай скажу. Если поднять планку до 90 тысяч рублей, появляется возможность купить фазоинверторный SVS PB1000. Это уже продукт из 2022 от производителя, который вложился в инженерные разработки, который обыграет Клипш в одну калитку, но в заданные рамки не вписывается. Сабвуфер до 125 тысяч рублей. Небольшое помещение. SVS SB2000 Pro. Здесь можно повторить все, что я сказал про его младшего брата SB1000. Только все эпитеты можно написать большими буквами. Он тоже выиграл премию Айзека как лучший сабвуфер, но на год раньше. Здесь тот же самый 12-дюймовый драйвер, но работает он в большем объеме и с усилителем большей мощности. 550 ватт номинала и полторы тысячи в пике. Это цифры в данном ценовом диапазоне недостижимые даже у конкурентов, специализирующихся на сабвуферы. Если SB1000 это вход в мир настоящего баса, то SB2000 это сабвуфер, который удовлетворит запросы большинства любителей и кино, и музыки. Как описать его работу? Эта модель сможет сделать бас именно таким, как вы хотите его слышать. В помещении до 25 метров она может быть бархатистой и ненавязчивой, как сабвуферы Real-T. Может быть громоподобной и вызывающей ужас, как сабвуферы Клипш дорогих серий. А может сводить с ума глубиной артикуляции, как Velodyne. Этот сабвуфер самый недорогой продукт, который позволяет понять, почему все инсталляторы без ума от Джона Уика. Потому что SB2000 дает вашим барабанным перепонкам почувствовать, как звучат выстрелы дробовика в замкнутом пространстве. И половина этого является заслугой того самого DSP-процессора, который позволяет подогнать звук под себя, под свои условия. Резюмируя скажу, это самый продаваемый сабвуфер в нашей компании. Пара таких сабвуферов решает вопрос с басом в большинстве помещений раз и навсегда. Потому что сабвуферы, значительно превосходящие данную модель, стоят как минимум в два раза дороже. Сабвуфер до 125 тысяч рублей большое помещение. SVS PB2000PRO. На этом месте нужно пояснить, чем отличаются модели SB от PB. SB это модели закрытого типа, а PB фазоинверторного. Корпус открытого типа позволяет сабвуферу выдавать большее звуковое давление, большую глубину баса, больше панча при аналогичной мощности усилителя и объеме корпуса. Негативным эффектом является большая требовательность к установке и сложность делать фазоинвертор таким, чтобы он не влиял на эффективную работу динамика. Но при большом объеме помещения фазоинверторные сабвуферы вырываются вперед. Поэтому лучшим вариантом для больших помещений называю PB2000. Аналог предыдущей модели, но для большого помещения. И опять придется сказать, что все, что я говорил в предыдущем разделе, можно повторить и здесь. Я не знаю аналогов, официально доступных на российском рынке, которые могли бы сравниться с PB2000 по тому, как он увлекает зрителя в происходящее на экране. Первую матрицу помните? Когда герои спасают Морфеуса. После этого сабвуфера вы посмотрите в захлеб еще две части. Не из-за выстрелов и погонь, а из-за музыки, которую на большей части оборудования вы даже не услышите. Последний проект, который мы закрыли в 2021 году, это домашний кинотеатр в помещении площадью около 80 квадратов. Со сводчатым потолком высотой больше 4 метров. Очень много воздуха. И в условиях ограниченного бюджета два PB2000 смогли прокачать эту комнату так, что взыскательный клиент остался доволен. Сабвуфер до 175 тысяч рублей. Небольшое помещение. Kev KC62. Еще одна модель, которая уже появлялась в моих видео и которая получила премию Айза в канун 2022 года. Она даже есть в рейтинге hi-fi.ru, представляете? Редко производитель всего спектра акустики с таким вниманием подходит к созданию сабвуферов. Два динамика по 16,5 сантиметров и по 500 ватт усиления на каждый. Очень быстрый, очень мощный, очень глубокий бас, который совершенно не ожидаешь услышать из кубика со стороны 25 сантиметров. Нижняя граница при неравномерности 3 дБ составляет 11 Гц. Представляете, в клипш SPL120, который в два раза дешевле, поместится 3,5 таких кефа. Это настоящее торжество современной инженерии. И живое доказательство того, что технологии выигрывают у классического подхода в одну калитку. Этот сабвуфер получил премию как лучший hi-fi сабвуфер. Он действительно супер музыкален, супер аккуратен в обращении с любым материалом. Ему может не хватать яркости и увлекательности, но КЦ-62 потрясающий. Сабвуфер до 175 тысяч рублей, большое помещение. REL HT1508 Predator. Как ни старался обойтись без REL, но одна модель от этого английского производителя здесь будет. Старшая модель из бюджетной линейки HT, которая мне из всех REL, как ни странно, нравится больше всего. Здесь используются усилители класса D, а не AB, как в дорогих сериях. Здесь нет высокочастотных входов, здесь минимум британского чванства и максимум производительности. В цифрах 15 дюймов, нагруженные на 800 Вт в номинале и нижняя граница в 21 Гц. REL с самой популярной серии T мне всегда окажутся какими-то тихими, неинтересными. Их всегда не хватает. А вот эта штука, надо признать, обладает большей производительностью, чем SPS SB3000, который сравним с ним по цене. Predator заставляет звуковое сопровождение нападения на Гавайи в фильме Midway вселить в вас ужас, добивается мурашек. Если не хватает одного, REL предлагает создавать массивы до башни из трех штук. Мы пробовали ставить парочку таких в разных углах комнаты, и это, естественно, лучше работало, чем они же стоящие друг на друге. Что, в принципе, многое говорит о консервативном подходе этого бренда, удивительном для 21 года. Но вынужден признать, что Predator мне очень понравился. Здесь можно было бы остановиться, потому что из-за физических особенностей звуковых волн низкой частоты самым лучшим решением за 250 тысяч для замкнутого пространства будет два сабвуфера по 125 тысяч. Зачем нужны два сабвуфера? На эту тему есть отличное видео на канале Антона Заднепряного. Если кратко, несколько сабвуферов обеспечивают более равномерный бас по всей площади помещения, потому что становится проще бороться с комнатными модулями. Также это снижает огрехи воспроизведения низких частот и увеличивает динамический диапазон баса. Ну и много других плюсов. В общем, пара сабвов делает бас значительно более артикулированным, быстрым, четким и захватывающим. Поэтому лучшим решением за 300 тысяч будет два сабвуфера. Возможно, разных моделей за эти деньги. Без пары сабвуферов непонятен лоновский довод. Режиссер отмеряет басом ход времени, запускает его как метроном и останавливает, будто замедляет биение сердца. Не обязательно использовать одинаковые сабвуферы. Мы пару раз ставили MKV12 вместе с V8, чтобы один давал глубину, а другой – лёгкость и скорость. Важен сам подход и точная настройка такой системы под ваше помещение. Углубляться в эту тему можно бесконечно, поэтому дальше будет три особенных категории, выделяющиеся из всего остального. Но сперва хочу отметить те модели, которые могли бы быть в рейтинге, но там не оказались. Сабвуферы Real серии T. Категория от 75 до 150 тысяч рублей в зависимости от размера динамика. В узких аудиофильских кругах считаются сабвуферами для меломанов. Их рекомендуется подключать по высокой частоте для максимальной интеграции с фрактальными каналами, а внутри сидят усилители класса AB. Всей нашей команде не нравится, что эти сабвуферы не способны вызывать эмоции у клиентов, в отличие от конкурентов от SPS или Velodyne с равными стоимостью. Играют и играют что-то, играют вроде неплохо, но впечатлений ярких не оставляют. Сабвуферы Velodyne серии Blue. У этого легендарного бренда, долгие годы производившего только сабвуферы, тяжелая судьба. Именно Velodyne в начале 21 века подарил миру множество решений, де-факто являющихся стандартом рынка сейчас. Встроены DSP, высокопроизводительные усилители класса D, драйверы, разрабатываемые с другими допусками и многое другое. Но из-за своей инновационности, а также из-за потери интереса к своему детищу владельца и вдохновителя, у бренда возникли большие проблемы с надежностью. Пару лет назад Velodyne выкупили и сейчас проблемы остались позади. Линейка D-Blue играет классно. Это самый мягкий, самый бракотистый бас, что я слышал в этой ценовой категории. Добавить бы параметрический эквалайзер, как в тех самых легендарных DD, но нет. Поэтому и связь, по моему мнению, интересен. Сабвуферы Martin Logan. Динамо. Бренд, который первым предложил в ценовой категории около 1000 долларов детальную настройку звука в сабвуфер с помощью приложения. С программной точки зрения они на одном уровне со свеются. Есть и своя эксклюзивная фишка. Сабвуфер можно использовать динамиком вперед, а можно прикрутить ножки и направить его в пол. Но динамо не имеет такой глубины, как SVS. Дают меньше панча и вовлеченности. Недорогие сабвуферы BMW SW610. У них множество поклонников и отличные отзывы от журналистов. Но с моей точки зрения они проигрывают великолепным SVS SB1000 Pro по увлекательности и универсальности. Они не имеют и толики его мозгов и динамика. Kev Cube 8 и Cube 10. Как и KC62, это продукты новые, производительные, с современными усилителями класса D. Но проблема у них такая же, как у Real и Martin Logan. Это отличный продукт, который все-таки проигрывает SVS. Красивый, динамичный, детальный, но уступает лидеру. Вроде никого не забыл. Итак, спецноминация номер один. Ультра-компактный сабвуфер. И победитель SVS 3000 Micro. Заметьте, у этой модели нет букв перед номером, как у других SVS. Кубик со стороной 25 см, как и Kev, который сделали по той же схеме. Два динамика 800 от номинала, который в пике превращается в 2,5 кВт. И та же самая настройка DSP через фирменное приложение. Немного меньше глубины, чем у Kev. Немного больше драйва, динамики и звукового давления. И меньшая цена. Почему же оба эти сабвуфера в топе? Потому что вкусы у всех разные, и эта парочка привлечет разных потребителей. Дело не в том, что SVS для кино, а Kev для музыки. SVS играет как большой саб при маленьком размере. Поэтому я решил назвать его лучшим компактным самобуфером. Стена баса, это про него. Смотрите вы фантастику типа гравитации или мультики вроде Корпорации монстров, SVS сможет вас увлечь. Kev же открывает какую-то новую грань баса, новые оттенки. Не яркие, не громкие. Но в них интересно вслушиваться и разбираться. Выделить лучшего из этой парочки не смог не только я. Эксперты Aiza тоже присудили премию обоим. SVS как лучшему компактному сабвуферу, Kev как лучшему Hi-Fi сабвуферу. Повторяюсь за экспертами, ну, по крайней мере, за лучшими. Лучший, единственный в комнате сабвуфер. MK Sound X10 и X12. Уникальный продукт от легендарного производителя, который сделал себе имя на профессиональной и кинозальной акустике. Miller Crazer это дедушка всех сабвуферов в мире. Я говорил об этом вот в этом видео. Уникальность модели X в схеме Push-Pull. В этих сабвуферах используются два динамика, установленных с двух сторон от закрытого объема и работающих в противофальке. Эта схема не только удваивает звуковое давление, но и позволяет бороться с гармоническими искажениями. Динамики гасят их друг у друга. По нашему опыту, если в помещении можно поставить только один сабвуфер, серия X от MK Sound демонстрирует удивительно равномерное распределение низких частот в площади комнаты, будто сабвуф 2. Модели отличаются размером динамиков и мощностью усилителя. Пусть вас не смущают не слишком ядреные характеристики, оба сертифицированы THX, то есть каждый из них — это точный инструмент, соответствующий жестким требованиям киностудии. Например, оба играют в частотном диапазоне от 20 до 200 Гц с неравномерностью плюс-минус 2 дБ. Все остальные конкуренты указывают частотный диапазон плюс-минус 3 дБ, так что это показатель очень высокого класса. Они легко возьмут на себя абсолютно весь бас ниже 100 Гц и отыграют его на высочайшем уровне. Кино, музыка, да хоть инопланетная речь — в слышенном диапазоне эта парочка вас точно не подведет. Здесь не будет такого панча, как в дорогих SVS, MJ Acoustic или Velodyne. Но если вы строите кинозал согласно требованиям THX и хотите получить ровно тот эффект, что задумал режиссер, а не добавила электроника, обратите внимание на X-серию. Кстати, говорят, что скоро X-серию обновят в 2022-м, и она станет ощутимо мощнее и быстрее. Только, я вам этого не говорил. Лучший high-end саббуфер. Номинацию ввожу благодаря первому месту того самого рейтинга HiFi.ru. И здесь будет легендарный SVS SB16 Ultra. Почему не Digital Drive от Velodyne? Как уже говорил раньше, эти модели остались в модельном ряду Velodyne со времен основателя. И за два года своему мастеру я привозил четыре таких саббуфера. Починить из-за уникального усилителя удалось один, еще один, работая с небольшим хрюканем. Конечно, им было по нескольку лет отрану, но для хай-энд продукта я считаю такой уровень риска недопустимым. Хотя лучший сабвуфер, что я лично слышал, это DD15. SB и его старший брат PB16 – это попытка SVS дотянуться до легенды. Попытка была признана успешной. Получив премию i за сабвуфер года в 2017, с тех пор SVS получал одну или несколько премий за сабвуферы каждый год. Ситуация беспрецедентная. SB16 – это настоящий ультратанк весом 55 кило. В сцене подхода немецких подразделений в конце фильма «Спасение рядового Райана», когда от веса подходящих танков осыпается песок, ты реально чувствуешь, как осыпается пол под тобой. Он не просто вибрирует, а распадается на песчинке. В сценах атак в «Безумном Максе» при его работе ты начинаешь хохотать, как идиот, потому что тебе пронизывает безумие, происходящее на экране. В U571 от разрыва глубинных бомб ты кожей ощущаешь, что стены твоей комнаты – это дребезжащие переборки субмарины. Полтора киловатта номинала, доходящие до пяти киловатт в пике. Это решение уровня «Алтимейт». Решение, способное поколебать ваше представление о реальности и отправиться в самый центр событий. Если ваше помещение позволяет разместить этот ящик «Пандоры», если бюджет не треснет, обратите на него внимание. Он вас не подведет никогда. Такой производительности, такой глубины без малейших искажений, такого ощущения физического присутствия не дает ни один сабвуфер за эти деньги. Видео получилось очень сегментированное, но советовать сабвуфер без привязки к помещению, без уточнения моделей акустики и электроники, без множества других вводных невозможно. Например, если у вас есть маленькая коробочка мини-DSP 2x4 HD, встроенный сабвуфер DSP вам не нужен. А может у вас ресивер Аркама, и вы доплатили за использование Dirac Bass Control. В любом случае, обращайтесь к нам, мы будем рады помочь разобраться в бесчисленных мелочах и создать систему вашей мечты. А если сабвуферы у вас уже куплены, обращайтесь за настройкой. Хороший бас – это то, что понятно всем. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч. Ну вы сегодня это точно запомните. Ролик на 28 минут. Да я знаю, какие там 28 минут, будет 10 после монтажа.